Петербургские страсти, третий сезон, шестая серия. Хорошо поспал, теперь можно и поесть, позавтракать. Пойду-ка я сейчас к своему холодильнику с скварцами моими, с квантами и прочими шкварками моими. Сказал льва-фрамовый старичок, и спустил ноги со своей кровати, и стал нащупывать тапочки ногами, одевать их, и поплевался, не спеша, на кухонку. Ну и тут-то оно было, звонок в дверь. Кого это черт-то несет, черт возьми? Так? Негр какой ты, блин, посмотрев в глазок, сказал льва-фрамовый старичок. Наслушаю вас. Джорджвити, вы меня не помните? Ну, не знаю, вроде как и помню, а вроде как и не помню. Вы проходите тогда, я сейчас чайок с бацю или кофеек, я предпочитаю кофеек. Ну, то есть вы под цвет свой, да? Что за российские шуточки? Да никакие не российские шуточки, так просто замечаю, что вот кофейки любите, и пипси-колы, и вы в основном кока-колы. Что за ерунда? Разрешите пройти, пожалуйста, на кухонку. Да, пожалуйста. Вы в носках прямо, я тапочки могу вам дать. Не надо никаких тапочек. А в это время станции метро Звездная вышли двое. Это внук у Альфа Рамлия и какая-то дама, которая с ним гуляла по набережным в прошлой серии. Ох, наконец-то мы приехали в Звездную. Сейчас вот сядем на автобусик и поедем до Тосна. А там уж и до Шапках. До Шапок, в смысле. Сдался вам этот робот? Ну, может он вообще не работает. Там же питания нет у него. Как он там работать-то будет? Ну, тем не менее, тем не менее, давайте скорее, скорее. Перейди, ходим на дорогу. Не моргайте. Вот и светофор пропустили, блин. Ну и ладно, и подождем еще. Ну ладно, ладно, вон автобус идет. Ладно автобус там. Черт с этим автобусом. Эй, дорогой, дорогой, давай на маршрутку, да, точно, будешь садись, давай, садись. Я лучше на топчей. Да чего, какой автобус? Там же он каждому столбу будет кланяться. Ты давай, давай, давай на маршрутку. Садись, дамочка, садитесь. Давайте сейчас повезем вручном виде вас. Садитесь. А сколько, сколько пресс-то? 100 рублей, 100 рублей. Дешевле, чем в этом длинном, ненужном автобусе. Пум-пурурум, пум-пум. Как же ты мне надоел уже. Ну вот, что ты ко мне привязался со своими романахом-романом и со своими вот этими книжечками о святых отцах. Вот что ты ко мне лезешь? Не, ну я как лучше хочу. Я хочу, чтобы вы спаслись тоже. Но это тебе, может быть, православие какой-то толк дает. А мне, может, моя работа. Ну что, что вы такое говорите? Ваша работа, она, знаете, такая сложная. Да? Сложная, нормальная работа. Вообще, отстань от меня. Что ты меня преследуешь? Я сейчас уже иду к поликлинику, меня дайте. Ну ладно вам, в поликлинику. Давайте, это самое, я в поликлинике вообще, в поликлинике вообще-то. Давай пройти, все, хоть отстаньте от меня, Петр, пожалуйста, отстаньте от меня, Петр. Ну не могу я от вас отстать, ну Ирина Борисовна, ну я вот как бы так вот люблю вас, понимаете? Любите, любите, отстаньте от меня, если любите, все. Если хотите мне счастья, то отстаньте, чтобы я вас больше видеть не видела, слышать не слышала. Поняли меня, Петр? И вот эти вот дурацкие открытки с крещением мне, пожалуйста, ватсап не присылайте, не присылайте. Пум-пру-рум-пум-пум-пум. Ну, вышли мы тут, блин, ничего, куда идти дальше? Да вот туда направо, видишь, там автобусы стоят. Так, автобусы, да, да. Извините, пожалуйста, на шапке тут стоят? Да-да-да, вот он уже подъезжает. О, видишь, как удачно мы... Сейчас мы как раз сядем и до шапок-то доедем. Да, действительно, удачно. Блин, а я думал, будем ждать сейчас. Хотя я тут хорошая шаверма, в автобусном можно на вокзальчике покушать. Ну, всё уже, проехали. Давай, садись в автобус. Ну, что ты так спешишь? Могли бы шаверму поесть, там можно и на таксишке, знаешь, рублей. Ну, наверное, дорогой, а таксишка-то до шапка-то. Какова таксишка? Какова таксишка? Какая шаверма? Давай, садись, садись, давай в автобус. О, проходите, пожалуйста, не задерживайтесь. Денюшку вперёд, так, всё, пожалуйста. Так, значит, вдвое там у вас. Ну, давайте, вам докуда? Мне? Даже инстанции, да докуда нам? Домогазин, партнёр просто. Домогазин, партнёр. Пум-пум-пум-пум. Да, вот снега, конечно, выпало много-премного, а снежно всё так благоустроило. Весь мусор так снегом покрыло и весь лёд. И так хорошо сейчас, красиво, снежненько, да? Вот так вот можно и на лыжах поехать кататься. На лыжах-то я с удовольствием, знаешь, я так спорт-то люблю разный. Ну ты, Настюх, вообще у нас спортсменка и гимнастка, и косплеер, ты у нас вообще крутая деваха. Ты не говори, Вер, не говори. Знаешь, сейчас вот мы с тобой... А давай вот, знаешь, там сейчас вот, я видел, вот ВКонтактике у меня, знаете, лыжные стрелы в посёлке Шапки. Давай, давай поедем туда. А у меня лыж-то нет. Да ладно, чё лыжи там, так, побегаем по склонам, по заковолкам. Там где-нибудь возьмём лыжи. Там пьяные лыжники у них отберём. Всё нормально будет. Лыжи раздобудем. Главное поехать. Специальные электрички идут. Хм, ну давай, Настюха, поехали. А чего? Поехали. Пум-пу-рум-пум. Пум-пум. Ну, блин, магазин-партнёр. Тут вообще чепуха какая-то. Да ладно, бери воду и не трынди. Зачем мне брать эту воду, эти бутыли, зачем? Там искрена такая вода, что не приведи, господи. Так что давай, бери. А ты куда-то всё знаешь вообще про Шапки. Я не понимаю вообще, откуда ты справишься тут на веру. Что тебе достался этот робот-хобот, наверное? Робот-хобот его зовут? Ну да, робот-хобот. Ну ладно, всё, давай-давай-давай. Иди-иди, воду неси, воду неси. Да ладно, воду, блин. Всё, давай, нанеси. Вот, вот это наш домик, значит, а вот, пожалуйста, наш гаражик. 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 Иди-си-си-си-си-си-си-мый гаражик. Что? Ну иди. А у него в квартиру-то. Он триковой у меня тут висит, кстати. Телевидение можно посмотреть. Доздалось мне о твоё телевидение. Давай всё, вали отсюда. В смысле, вали? Ты чего? Робот-хобот, активация. Робот-хобот, активация. действительно из гаража такой робот-хобот на гусеницах такой с такими шлангами как у пылесосов с таким как мясорубка лицом как сука выжималка торсом вот такой непонятный робот-хобот такой поплыл и поехал на гусеницах робот-хобот активация эй куда ты иди сюда ко мне робот-хобот едет по снежным ровнинам по снежным холмам тьфу ты чёрт куда он по куда он куда он лови его до сдался мне этот робот-хобот я в туалет хочу вообще-то я пока в этом тряс автобусе на магазин партнер я в туалет хочу и когда минуты роботов-хоботов твоих ловить иди к чёрту вообще я что тебе надо это и дело то и дело все вали отсюда гадина какая улицу 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 вот сволочь а ты какая-то зачем тебе сдался этот робот-хобот а я тебе не скажу поняла понял меня не скажу мысли мысли вообще тут нормально птички быстро доехали а тут даже ехать-то не медленно там да ну через пены эй эй дружище не может лыжи лыжи палки дайте нам просто лыжи палки забирайте лыжи палки ну все спасибо лыжи палки бери лыжи палки а мне это тебе лыжи палки а еще так дамочка дамочка ну лыжи палки дайте нам просто хорошо хорошо спасибо вот видишь а ты сомневалась действительно послушай я давно на лыжах не стоял да и черт с ним давай поехали в ух ух в а ну принципе я так так быстро не могу смотри там что-то народ там дополям бот-бот-бот-бот-бот-бот-бот-бот-бот смотри смотри какой-то какой-то и не пойми что какой-то что это такое что это за хиня так идет не знаю слушаю когда видеть. Гомод-гомод-гомод-гразуньем. Подскажите мне, пожалуйста, как мне уехать в город Санкт-Петербург? В смысле? Ты чего? Говорящий, что ли? Какой-то розыгрыш, да? Пранк какой-то, Настюха. Пранк, блин. Какой-то, блин, тупой пранк. Верка. Какой-то тупой пранк вообще. А ну, роботы, делай сюда. Подскажите, пожалуйста, где железнодорожная станция? Мой навигатор разрядился. Мой навигатор разрядился. И где ты? Че ты нафиг? Пранкер, черт, и все, давай дальше кататься. Давай. Не видели, не видели тут такого, такого, какого-такого, такого-такого. Ну, робота, робота такого. Со шлангами, таким, как пылесос. Такое шланги, пылесос. А, ну, такой на гузеницах. На гузеницах, на гузеницах. Где он? Где он? Где он? Где он? А я не скажу тебе, где он? Че ты такая злая тут ходишь? Все, иди к черту, не мешай, когда смотришь. Пам-парам-пам-пам-пам. А чья техника? А, граждане, чья техника? мясорубок и каких-то еще непонятных приборов. Что у вас за дребедень тут лежит такая? Ну, такая вот дребедень, такой безу тут. Ну, ладно, все, черт, на билетчик. Не, что-то только за хрень у вас. Да не знаю, хрень. Убери свои грязные руки, кожаный мешок. Я тебе сейчас задам. Э, чё это за пранк такой, а? Ой, ой, схватил. Ай, блин, как ты гад-то, блин. Робот-хобот не позволит трогать себя. Пошел к счету, черта в кожаный мешок. Тум-пу-рум-пум-пум-пум. Слушай, батя, привет. Эээ. Батя, а? Алло. Батя, блин. Берет трубку. Надо деду звонить, блин. Дед, дед, трендит, меня, блин, убьет. Так, алло. Алло. Альфам? Да, или все. Слушай, внучок, я сейчас занят. Я сейчас решаю геополитические дела с нашими африканскими друзьями. Не, ну, дед, дед Вольфарамей, тут у меня такая беда. Я сейчас в почелке-шопочке нахожусь, и у нас там гараж разломался. Чего? Мой гараж с моими инструментами разломался. Да я тебе уши за такое надеру. Ты понял меня? Я уши надеру. Дедушка, долго рассказывать. Короче говоря, твой робот, который хобот, он исчез, уехал. Чего? Чего ты говоришь? Какую-то херню. Все, иди к черту. Накурился, наверное, там, напился. Не знаю. Наглотался каких-то таблеток непонятно. Все, иди к черту. Блин, что-то сегодня какой-то чертов день. Алло, алло. Все, нафиг. Ни, 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 ни слушали меня. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот такая вот история. Это, конечно, очень хорошая история, но мне срочно нужно гипер-мигер-шмигер-пигер-бумбастик. Мне гипер-шмигер-бумбастик нужно. Вот здесь схема. Вот здесь формулы. Какие нужны резисторы, транзисторы. Все здесь указано. Вам нужно срочно это собрать. Не, ну, это, конечно, задача-то не из легких такую штуку собрать-то. Но, в общем-то, я соберу. Мне нужно, только мне нужно, значит, три холодильника, пять пылесосов, два унитофона Proton, одна колонка Alisa, одна колонка Siri, так, и одна колонка от Sbira. Вот. Тетя-ти не догоняю я. Тут нет такого. Посмотри схемы. Тут нет такого. Ну, ладно, не прокатило. Короче говоря, да, хорошо. Я соберу тебе гипер-мигер-шмигер-бумбастик. И только мне нужно, чтобы деньги вперед расшелы. Деньги вперед. Вот тебе аванс, все забирай. Я жду. Когда пределаешь? Слушай, ну, давай сделаю где-нибудь числа так к февралю. К февралю нормально тебе будет? К февралю будет окей. Все, давай. Дорогой Варфрами. Все, давай, пока. А это кто? К чё, к чё. Конь пальто. Все, до свидания, дорогая деньщина. Кто это такой-то? Не важно. Я вообще-то гость. Там мы все, до свидания. Все. Ты уже совсем, что ли, уже тут устроил проходной двор? Не пойми, кто тут ходит? А? Совсем, что ли, обалдел? Тут, знаешь, кто надо ходит. Тут у нас кто надо ходит. Так что тут кто не надо, тут не ходит. Никогда. Пум-пру-рум-пум-пум-пум-пум. Поезд, электропоезд прибыл на вокзал. Московский вокзал в Санкт-Петербург. Электропоезд поселка Шапки прибыл на электрическое, наше электрическое прилетело. Слушай, ты чё несёшь? Отойди-ка от микрофона. Электричка из поселка Шапки прибыла на вокзал. Платформа номер три. Встречающих отойдите, пожалуйста. Оденьте маски и не выпендривайтесь. Много не дышите на наших посковских вокзалах. Так. Да не так ты прислоняешь билет к турникету, дурынь-то. Другой стороной. Ой, простите, просто я просто не привыкла к таким. Не привыкла и не привыкла. Давай быстро проходи, не мешай людям. Хорошо, не буду мешать. А это что у вас за такое, молодой человек? А это не ой-ой, не знаю, что там. Эй, подождите, здесь же стоит дверка. Э, ты зачем турникетскую дверь? Огонь, свободно роботам, свободно роботам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Масочки просто одевайте, масочки. Девайте, хорошо. Одену я маски. Слушай, блин, Настюха, это вообще какая-то дребедень. Ты видела? Что-то тут дверь снесли турникетскую. Да, это тут недавно женщины были истории. Какие мамы-женщины? Мы девушки молодые. Какие женщины? А сейчас тебе нам женщины такие, что вообще закатишь. Ты глаза-то разуй свои, протри свои глаза-то. Вы просто не сердитесь, просто девушки, но тут как бы такое у нас нападение каких-то роботов произошло. Видите, двери ломают в турникетах. Что за бред? Пум-пру-рум-пум-пум-пум-пум. Несколько часов ранее. Роман Хомбет едет в станции метро Нарская. А что это за дребедень такая едет, а? Че-то те знают. Слушай, ну лучше не подходи. А то какая-то странная хрень, да? Блин, на металлумбы его сдать, да? Сколько денежек можно было получить? Роман Хомбет не позволит трогать себя. Ву-у-у-у-у-у-у-у-у-у, схватился-зоразовай, вот, ой, заскрасывает. Нажми там где-нибудь у него кнопку, блин, Васёк, а то вообще трындец. Эй, ты что? Робот Хомбет не позволит трогать себя, бить и вообще всячески лишать свободы, свободы. Робот Хомбет свободное существо. Робот Хомбет свободное существо. пум-пум-пум-пум-пум сейчас вот придем в гости и все будет хорошо да, зачем ты меня сюда потащил дурин до этого чертова ну сейчас узнаете, Ирина Борисовна, сейчас узнаете я на такое не соглашалась о, здравствуйте здравствуйте здравствуй, дорогой, здравствуй здравствуй, Петр здравствуй, а как спутницу зовут? Ирина меня зовут что вам нужно от меня? проходите, Ирина, пожалуйста я отец Авсони, проходите просто в гостиную, располагайтесь вот зачем я пришла к этому, не пойми, к кому, к чему к кого, это отец Авсони очень такой важный архиерей, очень такой неимоверный человек, вот он вам сейчас сразу как сейчас расскажет вам всякие благие вести, вы сразу православие-то понимаете я могу биться об заклад, что что бы мне сейчас отец Авсони не сказал я останусь все равно атеисткой хотя я не совсем на самом деле атеистка вот видите уже уже как гостиная отца Авсони на вас влияет уже ведь сомневаетесь я не боюсь на своем атеизме уже вот сомневаетесь пальцами просто не щелкайте не щелкайте мне пальцами просто не щелкайте пум-пу-рум-пум-пум-пум поезд прибыл на конечную станцию проспект ветеранов не забывайте свои вещи в вагонах электропоезда а какой пылесос едет Смотри, какой пылесос-то едет, а! Ромбат Хомбат! Ромбат Хомбат! Он ещё и говорил, а, щиблин! Какой-то пранк, слушай, какой-то пранк! Давай, давай, пойдём на ютубчик, давай! Я съел, я съел! Эй! Эй! Пылесос! Лови-ка! Бум! Хомбат Хомбат не позволит кидать себя. Разные мусоры. Ромбат Хомбат умеет. Мусора. Блин! Какая-то странная хрень. И эти два чувака, они вообще улетели прямо в сугробы. Одни ноги торчали из сугробов. Вот такая вот история. А наш Ромбат Хомбат поехал дальше. По проспекту Ветеранов. Вы слушали шестую серию третьего сезона радио сериала Петербургские страсти. Продолжение следует.